Отлично. Значит, добрый вечер всем. Никогда не забываем обратиться к небесам мысленно или со словом, чтобы попросить поддержку в помощи изучения Торы. И мы с вами возвращаемся к нашей теме Талмуд, его мудрости, его галаха. И мы с вами говорили о чтении отрывка из Торы Шма, которые читают утром и вечером. Посмотрели мишнает, короткие высказания мудрецов из Талмуда, которые относятся к этой теме. Я бы хотел начать с повторения короткого, то, что мы с вами изучили. И дальше мы как раз, вот мы с уважаемым Ефимом начали обсуждать Кадиш, перейдем к теме Кадиша, но через Талмуд и через историю Талмуда. Итак, короткое повторение. Мы открываем с вами первую мишну в трактате Талмуда «Брахот». И она нам говорит, с какого времени читают Шма вечером. Со времени, когда когены вступают в свои дома, чтобы есть труму, приношения, которые приносят все сыновья Израиля, приносили, когда стоял храм, отделяли кусок от урожая, часть от урожая и приносили когенам. Когены должны были это и есть в виртуальной чистоте. И речь идет о том, что если кто-то из когенов стал нечистым, он наклонается в воды миквы, воды, которые связаны непосредственно с почвой, не вдавая сейчас подробности. И он выходит, он чист, он готов для того, чтобы есть труму. Но для того, чтобы он полностью очистился, необходимо, чтобы кончился день. И здесь фактически Мишна говорит, что Шма читают в тот момент, когда выходят звезды, потому что если коген окунулся в микву несколько раньше, он прав, все он правильно сделал, но чистота наступает только, когда выходят звезды. Можно было бы коротко сказать, что вечерняя Шма читают тогда, когда выходят звезды. Однако нам хотели напомнить этот закон, что чистота когена любого человека, который стал нечистым и опустился в воду миквы, она наступает только с окончанием дня. Естественно, после того, как он опустился в воду миквы. И с того момента, когда выходят звезды, скажем коротко, до конца первой стражи, это говорит Раби Леезер, напомню, что мы здесь с вами посмотрели, что Раби Леезер делит ночь на три стражи, посмотрели, как с этим мудрецы связывают период ночи, период подъема души ко Всевышнему. Напоминаю, просто не возвращаясь подробно. Мудрецы говорят до полуночи, а не до конца первой стражи ночи, как Раби Леезера, до полуночи. Рабан Гамлеер говорит до восхода утренней зари. Дальше разъясняется, что мудрецы сказали до полуночи для того, чтобы удалить человека от, от, как говорится, преступления. Но здесь не преступления, нужно было бы сказать о ошибке. Ошибки есть, он начнет есть, приляжет спать и пропустит время чтения шма. Нехорошо. Поэтому сказали до полуночи. Рабан Гамлеер говорит, что если не успел до полуночи, и какие-либо причины его сдержали, то может сказать до утренней зари. Это наша первая мишна, которая и соответствует Галахе. Дальше мы с вами посмотрели третью мишну из трактата «Проход». И здесь нам мудрецы объяснили, с чем связано то, что шма читают утром и вечером. Они исходят из самого отрывка чтения шма, где говорится «ложась и вставая». И как они это понимают? Они не понимают это таким образом, что человек ложится спать днем, допустим. Нет. В тот час, когда люди, имеется в виду большинство людей, ложатся. И в тот час, когда люди встают. Это общее понимание всех мудрецов. Мы говорили о различии школы Шамая и школы Гелеля. Однако этот момент признают и те, и другие. Школа Шамая хочет добавить к обязанности читать шма движение такое – встать, когда ты читаешь это утром, и сесть или прилечь, когда ты читаешь шма вечером. Но и они признают, что речь в основном идет о времени, когда все люди встают и когда все люди ложатся. Утром, когда все люди встают, и вечером, когда все люди ложатся. Когда люди ложатся, мы разобрали в первой мишне. У нас получилось с выхода звезд до утренней зари, то есть все темное время, с того времени, как свет солнца полностью исчез, до того времени, когда он первый раз появляется у горизонта, когда солнце еще не взошло. Первый раз появляется у горизонта, на иврите называют столб зари. Амуд Ашахар – столб зари, первый луч. Это мы поняли. Это когда люди ложатся. А вот когда же люди встают, что называется временем, когда люди встают. Посмотрим, вряд ли весь день от восхода солнца и до захода можно назвать тем временем, когда люди встают. Одну секунду. Мы берем, мы берем с вами, берем с вами вторую мишну. И здесь нам говорят, что нам говорят так. В тот час, когда день солнца начинает светить, все цари запада и востока возлагают свои короны на свои головы и кланяются солнцу, тут же гневается Всевышним. Это то время, когда стоит читать шма. То есть нам говорят о предпочтительном времени, скажем, необязательном, не об интервале каком-то времени. А вот есть момент, когда диск солнца появляется, стоит читать шма. И Ямара продолжает и говорят, что так делали старожилы Ирушалаема. Старожилы кончали шма с появлением солнечного диска и тут же начинали читать молитву 18 благословений. Равия Ашуа подчеркивает, что шма можно читать, мы видели предпочтительный момент чтения шма, а вообще шма можно читать до трех часов дня после восхода. После того, как солнце восходит, три часа дня дается, чтобы человек прочитал шма. Вроде бы это то время, когда люди еще встают. Равия Ашуа это аргументирует тем, что говорится, что цари и царские дети встают в течение первых трех часов после восхода. Все остальные люди, которые устремились в поле на работу, они, конечно, встали уже давно. А вот есть царские дети, которые встают в течение трех часов дня, поэтому шма можно читать в течение трех часов дня после восхода. И такова действительно Галаха такой закон. Интересно то, что я хотел бы добавить к нашему прошлому занятию. То, что Мишна нам сказала, с какого времени, если уточнить, с какого времени читают. Мы сказали, что дик солнца – это предпочтительное время. А можно читать с того времени, когда человек может различить между голубым и белым. Нам подчеркнули, что речь идет не о цицит, как можно было подумать, не о тех нитях, которые привязаны к одежде, к четырем концам одежды, белые и голубые нити. Нет. Говорят, что это можно различить и ночью в темноте. А вот если есть шерсть, плохо окрашенная в голубую краску, у него есть белые просветы. Вот об этом речь идет. Что если человек может различить между голубым и белым в шерсти, то это то время, когда можно читать утром шма. То есть мы понимаем, что когда люди встают, у нас время, когда появляется, вот начинается светлое время, и до трех часов после восхода. Вот это тот интервал, когда можно читать шма. Конечно, во всем есть смысл, и не случайно выбран такой момент. Мишна, если так можно сказать, старается привнести смысл в Галахуя. Она не случайно говорит между белым и голубым. Голубой – это цвет милости. Цвет милости. И ночью, особенно в древнее время, как мы представляем, время несколько темное, несколько угрожающее, когда невозможно было ходить по дорогам, невозможно было работать, большое напряжение нужно было для того, чтобы читать, учиться. Вот это, поэтому утреннее время ассоциируется с милостью, а темное время больше с временем такого суда, или когда у человека есть страх перед разными моментами. Вот нам говорит Мишна, что если человек может как бы различить милость Всевышнего, начинается различение милости Всевышнего, это то время, когда стоит прочитать утреннее шма. Очень интересно, очень интересно я выписал для вас другие мнения. Мнение о белом и голубом приведено в Мишне. Да, вот я сделал перевод для вас из Мишны, между белым цветом, который в шерсти, и тут есть пропущенная буква «Р» в шерсти, и голубым цветом, который в шерсти. Это то время, когда можно начать читать шма, так говорит Мишна. Мы представили себе хотя бы примерно, что речь идет о начинающемся времени милости. А вот Раби Мейер, уже в Гемаре, он говорит так, когда человек может различить между волком и собакой. Раби Акива, говорит, между диким ослом и домашним. Человек, которого называют Ахирим, под этим именем скрывается Раби Ильиша Бенавуя, он говорит так, когда увидит знакомого с четырех локтей и узнает его. Сможет различить число человека. Вот это признаки времени, когда можно начать читать шма, когда светлое время достаточно, для того, чтобы можно было сказать, что наступило время чтения шма. Но что же мудрецы наши говорят? Они же не случайно говорят, Раби Мейер, говорит, между волком и собакой. Пусть бы Раби Акива согласился с ним. В конце концов, наверное, это то же время, когда можно различить между диким ослом и домашним. Какая разница? А когда человек увидит знакомого с четырех локтей и узнает его, тоже, наверное, очень близкое время, когда между волком и собакой, собакой и диким ослом. Зачем это нужно? И здесь нам интересно заметить, что мудрецы складывают смысл. Они не только стараются передать нам, с какого времени можно читать шма, но и какую-то информацию еще закладывают здесь. Что значит различить между волком и собакой. Раби Мейер нам хочет сказать, что, этим самым хочет сказать, что такое единство Всевышнего. Это единство Его власти. Единство Его власти, когда те, кто верит, скажем, единство Его власти, и вера в это единство власти и даже ощущение этой веры – это то, что позволяет верующему человеку с полной отдачей, с полным чувством прочитать шма. Правда? Потому что какая разница между волком и собакой? Разница простая. Собака, она знает своего хозяина, она никогда не нападет на него, она будет защищать его. Но волк совсем наоборот. И Раби Мейер говорит, вот такое же ощущение должно быть у человека. Ощущение власти Всевышнего, то, что в мире есть хозяин. И вот он говорит, как бы если тут не будет так обидно сказано, условно говоря, вот лучше быть похожим на ту собаку, который знает хозяина, чем на волка, который нападает, не знает своего хозяина и нападает на него. Мы можем представить себе, что Раби Мейер где-то вспомнил строчки пророка Ишаяху, который сказал, в первой главе он говорит, что яда знает вол своего хозяина и осел знает ясли своего хозяина. А народ не знал меня, говорит Всевышний. То есть он как бы Всевышний хочет сказать, что в природе заложено у животных, у донашних, по крайней мере, знать своего хозяина. Один, одно животное волк, оно прямо знает хозяина и подчиняется ему. Другое животное осел, оно будет ему служить за корм. Больше за корм будет служить. Но и то, и другое животное знают своего хозяина, знают, кто хозяин, и знают, кто кормит его. И поэтому Раби Мейер, он хочет сказать, что время, оно, конечно, время. Он мог остановиться и на том, что говорит Мишна, сказать между белым и голубым, в плохо окрашенной шерсти, вот только-только появился свет, хорошо, но он дает волк и собака, заставляет нас подумать о том, что в природе заложено, по крайней мере, у некоторых животных ощущение того, что в мире есть господин, и они знают, кто их господин. Это то, что нам сказал Раби Мейер. К сожалению, часто, когда учат Гемару об этих моментах не задумываются, если Гемара не начнет разбирать, какая разница между тем временем, которое указал Раби Мейер, и тем временем, которое указано в Мишне, как возможность различить между голубым и белым, то, к сожалению, люди не зададутся этим вопросом, как правило, не остановятся, не подумают, пойдут дальше. Это некоторый такой ущелок, который существует при современном изучении Гемары. Вот Раби Акива говорит между диким ослом и домашним ослом. Почему он выбрал дикого осла и домашнего осла? Здесь есть много моментов, которые Раби Акива хотел подчеркнуть, но один из них, он как бы говорит Раби Мейер, ну зачем же сравнивать человека, у которого, скажем, мало веры, недостаточно веры, который не ощущает своего хозяина, зачем его сравнивать с волком, который нападает на человека, складывается образ человека, у которого слабая вера, что он будет нападать как бы на Всевышнего. Нет, ты не совсем прав. Давай лучше возьмем осла домашнего и дикого осла. Дикий осел будет убегать от человека, а домашний осел не будет. Дикий осел не служит человеку, а домашний осел служит человеку. Вот такую же можно параллель привести между служением, ощущением человека, человеком единства власти Всевышнего. Одни люди, у них есть желание служить Всевышнему, а у других такого желания нет, они будут убегать от него. Ну убегать, но не нападать. И тогда мы понимаем с вами Раби Ильиша Банавуя. Очень он говорит так, как бы говорит своему учителю Раби Акива, своему товарищу Раби Мейру, он говорит как бы так, ну зачем же брать сравнение с животным? Давайте возьмем сравнение с человеком. Что значит ощущать власть? Что значит ощущать хозяина? Я бы, говорит, Ильиша Банавуя потребовала человека гораздо больше. Я бы потребовал от него знания Всевышнего, так сказать, узнавания Всевышнего в мире. То есть когда я бы потребовала человека, чтобы он как бы мог отличить Всевышнего, отличить Всевышнего, то, что говорится о Всевышнем, его единство, от других, то, что говорят о других божествах. И вот он дает такой намек, что когда можно читать Шма, когда достаточное понимание единства Всевышнего, когда человек узнает знакомого, может отличить его от незнакомого, от незнакомого человека. Также и ощущение в душе человека единства Всевышнего, оно должно быть связано и со знанием, и с пониманием отличия свойств Всевышнего от всего того, что говорится о других божествах. На мой взгляд, это момент очень интересный. И кроме Галахи, то, что Шма можно читать как бы с появлением Первого Света, когда появляется возможность излечить между голубым и белым смешанными, так сказать, смешанными друг с другом. Кроме этого, мы увидели вот такой интересный момент. И, скажем, расшифровали загадку мудрецов, как говорил Шломо в Мишлей, царь Шломо в Мишлей, говорил, да, он говорит, я научу тебя понимать хидот хохамим, загадки мудрецов. Мудрецы очень часто говорят загадками, пытаясь передать тот смысл, который они как бы напрямую, если так можно сказать, не решаются сказать. Вот. Но вот это то, что мы с вами как бы прошли с небольшим с небольшим добавлением. Еще раз остановлюсь на Галахе, что шма можно читать, утренний шма можно читать с появлением первых лучей, когда становится возможным разлучить между белым и голубым, предпочтительно, когда появляется диск солнца и, возможно, продолжать до трех часов после после восхода. Вот. Здесь я могу остановиться на секунду и спросить вас, все ли понятно, что-то хочется уточнить или добавить. Вот. Пожалуйста. Хорошо. Если все понятно, тогда мы с вами тогда мы с вами продолжаем. Вот. Может быть, мы еще вернемся к тому, что говорит Гемара о единстве Всевышнего, как она это подает через какие-то примеры. Да. Вот. А пока мы с вами сделаем такой ход. Да. Мы с вами откроем Агаду, которая приводится к первой Мишне, да, вот в районе которой мы с вами, так сказать, вращаемся все время. Вот. И эта Агада нас выведет на очень интересную проблему, связанную с чтением отрывка, который так называемый отрыв, который называется Кадиш. Да. Посмотрим, что у нас делается в этом плане. Прежде всего, да, сам рассказ, да, рассказ, который приводится в Гемаре в связи с первой Мишной, как мы с вами сказали, сказал Раби Юсей, да, сказал Раби Юсей, один из учеников Раби Акива, человек, который часто упоминается и в Гемаре, и в и в Талмуде, то есть в Гемаре и в Мишне, я хотел сказать, Раби Юсей, да, он часто упоминается, да, и вот он рассказывает, да, однажды я шел по дороге и зашел в одну из развалин, одну из развалин Ярушалайма, да, для того, чтобы молиться. Мудрец Маарша, имя которого мы, надеюсь, с вами помним, да, мы встречались уже с ним, он нам рассказал о периодах, периодах ночи, как периодов поднятия души ко Всевышнему, вот этот же самый мудрец Маарша в своем комментарии Хидушия Гадот новое в разъяснении Агадот, если так можно перевести, Хидушия Агадот, он нам говорит, что Рабь Юсей зашел в одну из развалин Ярушалима, что же это за развалина, он говорит, что это разрушенный, разрушенный храм. Здесь в скобках можно заметить, что есть много споров относительно того, сегодня можно ли подниматься на храмовую гору. Тут можно сказать сразу, что эти споры, которые ведутся, в основном политические, а не галахические, потому что те люди, которые поднимаются на храмовую гору, они поднимаются только на те части, которые не освещены, однако, как мы знаем из истории, и об этом подробно пишет Раф Горен, в прошлом где-нибудь до 12, может быть 13 века евреи, которым удалось достичь Ярушалима, они поднимались на храмовую гору и практически без ограничений заходили на те места, где есть дворы храма, где были дворы храма, и Раф сегодня, конечно, это не принято, но между мудрецами есть спор, который приводит Раф Горен, есть мудрецы, которые считают, что когда храм разрушен, то святость уходит с возведением с храма, святость храма возвращается к этому месту, но это в скобках как бы, вот, я просто знаю, что эта тема постоянно обсуждается, для того, чтобы мы представляли и знали себе, что мудрецы Талмуда заходили на храмовую гору, заходили в развалины храма, придерживаясь того мнения, что в момент разрушения храма его святость уходит, и вот поэтому раб Юсей говорит, что он зашел в развалины, одну из развалины Шалайма, Мааршап поясняет, что на развалины храма мы представляем себе, что это место, которое, если даже там уже нет особой святости, оно вызывало особые чувства у мудрецов и ощущение такого острого недостатка храма, тяжелого положения сновей Израиля в изгнании, и вот для того, чтобы с таким чувством молиться ко Всевышнему, раб Юсей заходит в одну из развалины Шалайма по пояснению Маарша в разрушенный храм, для того, чтобы молиться там. Вот пришел Ильяву, мы знаем, что Талмуд, да и не только Талмуд, а пророческие книги, вторая книга Царств, рассматривает Ильяву как человека, который не умер и который может находиться в одном из двух миров, либо в духовном, либо в материальном мире. Проблема в том, что для того, чтобы разговаривать с ним, общаться с ним, чтобы видеть его, человек должен обладать большой праведностью и духовным развитием. Поэтому Ильяву иногда открывается мудрецам Торы и праведникам. Вот основываясь как бы на этом представлении, Талмуд пишет, что пришел Ильяву, пророк Ильяву, помянут добру, это обычное выражение, и ждал у входа, пока я не закончу молиться. Он ждет Равиусей, Равиусей молится, плачет о состоянии еврейского народа, просит Всевышнего привести избавление, Ильяву стоит и ждет его, не прерывает его молитву. Но когда Равиусей закончил, то Ильяву говорит, мир тебе, учитель мой, и ответил я ему, мир тебе, учитель и господин мой, и тогда сказал он мне, сын мой, зачем ты зашел в эту развалину, зачем ты зашел в развалившееся место, и сказал я ему, молиться, и сказал мне, следовало тебе молиться в дороге, и сказал ему, то есть не надо было останавливаться здесь, а нужно было молиться, не надо было заходить в это разваленное место, а нужно было молиться прямо на дороге. И сказал ему, боялся, что помешают мне прохожие, и сказал мне, следовало тебе вознести короткую молитву. Марша продолжает и объясняет нам, что у этого разговора Равиусей с Ильягу или Ильяу с Равиусей есть подоплека. Равиусей говорит, что я зашел молиться, и понятно, что молитва его была непростая, он хотел, он просил Всевышнего, чтобы тот сократил время изгнания. Ильяу говорит, что тебе нужно было молиться в дороге, с Иврита, Бадерых, можно перевести еще и о дороге, нужно молиться было о дороге. Ильяу хочет сказать, тебе не нужно было торопить, тебе не нужно торопить время, не нужно Всевышнего уговаривать, чтобы он сократил время изгнания, молись, чтобы сыновья Израиля выстояли в изгнании, чтобы они прошли эту дорогу, прошли достойно эту дорогу в изгнании. На что Раби Иосея отвечает, боялся мне, что помешают прохожие на евритеше Евсикунь и что меня прервут те, кто проходят по дороге. То есть Раби Иосея говорит, я боюсь, боюсь, что изгнание, что те, кто проходят по дороге, народы, которые встречаются нам по дороге, жестокие цари и правители, они Евсикунь, они прервут нашу традицию в том или ином плане. Конечно, есть завет Всевышнего, обещание Всевышнего, что традиция не прервется, Тора будет в каждом поколении, а Иосея боится другого, он боится, что живая традиция, истинная Тора, глубины Торы, она не будет передана ощущение глубокие, они не будут ощущения святости, не будут переданы из поколения в поколение, вот этого я боялся, тогда Илья уговорит сделать тебе вознести короткую молитву. Раби Иосей молился, молитву Шмана Исре, 18 Богословения, о которой мы в дальнейшем будем подробно говорить, это молитва об окончании изгнания, в общем-то, молитва о Геуле, да, Раби Ханнан так и говорит, что это молитва об освобождении, и если даже есть там просьбы, которые выглядят как частные просьбы, то глубинное их понимание это, скажем, молитва о выздоровлении, глубинное понимание выздоровления всего народа, возвращение из изгнания, цветение земли, как признак окончания изгнания, все это отражено в молитве 18 Богословений, и эту молитву читал Раби Юсей об окончании изгнания, вкладывая в нее все свои силы, все свои слезы, которые у него вызвали развалины храма, да, а Ильяу, на вид сказал ему, есть короткая молитва, которая является заменой 18 Богословений для того человека, который находится, для того человека, который находится в опасности, да, эта молитва уже больше не о том, чтобы Всевышний привел полное освобождение, а молитва о спасении от опасности в данную минуту в основном, вот, то есть нужно было читать короткую молитву вместо 18 Богословений, оставаясь на дороге, а если ты боишься разбойников, там, скажем, или прохожих, как ты выразился, да, говорит Илья Унави, то нужно было читать короткую молитву о спасении, вот таким образом мы можем восстановить диалог, да, вот Раби Йосесе или Яу Унави, что само по себе интересно, как бы, понять глубоко отрывок из Гемары, да, дальше продолжаем с вами, да, нужно сказать, что происхождение молитвы Кадиш, оно не Кадиш, как бы, святость, подчеркивание святости, можно сказать, вот, оно не совсем понятно, понятно, что оно устоялось нашей традиции, что никто не подвергает сомнению истинности этой молитвы, наоборот, как бы, ее древность, ее сила, не всякого сомнения, не совсем понятно, как она вошла, есть и года, которые рассказывают, что эту молитву ввел раби Акива, да, прежде всего, как молитву, которую произносят в память о близком человеке, уже ушедшем из жизни, да, вот, а мы посмотрим, как здесь Кадиш упоминается в этой Агаде, в ее продолжении, да, и вот сказал, сказал мне, пророк Ильягу, продолжает рассказывать рабе Юсей, что за голос ты слышал в этих развалинах, да, Ильягу, пророк Ильягу уверен, что человек мудрый, облазающий высокой духовной чувствительностью, должен был слышать какой-то голос, по крайней мере, какое-то подобие голос он должен был услышать на месте храма, когда он молился о скорейшем избавлении народа, о скорейшем восстановлении храма, уверен, что там должен был услышаться голос, сказал я ему, говорит рабе Юсей, я слышал Бат-Куль, то, что мы можем перевести как эхо, мы с вами, по-моему, говорили, что, естественно, в период второго храма не было пророчества, не было пророков, однако, многие люди большой праведности, они обладали способностью вести диалог со Всевышним, не такой ясный, как пророки слышали голос Бат-Куль, как можно сказать, эхо, отраженный голос, отражение голоса, порождение какое-то голоса, не сам голос, а его порождение, да, как бы слова трудно разобрать, нужно напрягаться, вот, но, тем не менее, ты можешь услышать такую высшую информацию, да, и здесь вот Раби Юсей говорит, я слышу вот такой отдаленный голос, который воркует, как голубь, и так говорит, да, то есть мы представляем себе нечеткое какое-то звуки, подобные воркованию голоса, сквозь которые или в которых с трудом можно разобрать слова, и так говорится, да, горе сыновьям, за греки которых разрушил я свой дом, сжег я свой храм, и рассеял я своих сыновей между между народами мира, вот что я слышал, говорит Раби Раби Юсей, мы представляем себе величайшую, на мой взгляд, очень волнующую картину, да, мы видим, что изгнание не угодно Всевышнему, он как бы переживает из-за того, что он изгнал своих сыновей, да, вот, и он постоянно призывает их, да, постоянно их вернуться, да, упрекает их, что за их грехи они были изгнаны, за их грехи был разрушен храм, да, вот, и за их грехи я их рассеял между народами мира, и он постоянно ждет, да, как бы, как бы, вот такая картина, прохожая на пророческую, что Всевышний пребывает, не отходит от места храма разрушенного, он не дает себя почувствовать уже на этом месте его божественное присутствие неощутимо, но он как бы там незримо, и он ждет, когда его сыновья вернутся, да, и сердится, но сердится, не отталкивает их, а наоборот, ждет, когда они вернутся, да, надо сказать, что изгнание это очень тяжелое наказание, и наши мудрецы говорят, что Всевышний как бы пожалел, что вот он сотворил изгнание, то есть, что это значит, то есть, непонятно, что из этого изгнания можно вынести, и желание Всевышнего, чтобы оно как можно скорее прекратилось, да, вот, и сказал мне жизнь твоя и голова твоя, ну, это такая клятва, скажем, перевод ее с иврита, можно так себе представить, жизнь твоя и голова твоя, не только в этот час так он говорит, не только когда ты молишься, не только во время вечерней молитвы, как ты вот пришел молиться, так говорит Всевышний, каждый день и три раза в день так, так же говорит, да, но и не, вот, то есть, когда мы можем представить себе, что когда большинство сыновей Израиля читает молитву 18 благословений, то Всевышний вот так же как бы качает головой и говорит, жаль, что я изгнал своих сыновей гореем, и я из-за них разрушил свой дом, да, вот из-за них рассеял народы мира, жаль, что, но жаль, что я их рассеял среди народов мира, но жаль, что я их и знал, каждый, каждый день и три раза в день так говорит, но и не только, а также всякий раз, когда Израиль входит в дома собрания и дома учения и отвечает на молитву ведущего, на молитву Хазана, да будет имя великое, имя великое благословенно, и это уже отрывок из Кадиша, и мы понимаем, что молитва Кадиш, она ничуть не менее древняя, чем 18 благословений, сейчас мы поговорим о ней, святой благословен, он кивает, я бы сказал, качает головой и говорит, счастлив царь, которого так восхваляют в его доме, и каково тому отцу, который знал своих детей, и горе тем сыновьям, что изгнаны от стола отца своего, от стола отца своего, то есть как бы один из признаков изгнания, то, что сыновья Израиля не получают напрямую от Всевышнего духовные силы, нету пророчества, а должны пользоваться как бы своими старыми запасами, вот, и не получают напрямую от Всевышнего духовные силы, это один из самых тяжелых моментов изгнания, вот, да будет имя твое благословенное, это молитва из Кадиши, прежде всего Кадиши, да, вот, я выписал для вас перевод на русский, но прежде всего перевод Кадиша с какого языка, с арамейского, да, Кадиш читают на арамейском, да, распространено мнение, что вот эта сильная молитва, которую читают, сейчас мы поговорим в каких случаях ее читают, да, вот, ну, наверное, надо сразу сказать, что ее читают в, скажем, во многих случаях, если говорить о молитве, каждый раз, когда, каждый раз, когда заканчивается существенный кусок молитвы, читают, читают Кадиш, Кадиш бывает разный, мы об этом тоже поговорим, да, но каждый раз, когда заканчивается существенный кусок молитвы, читают Кадиш, каждый раз, когда заканчивают изучение Торы или чтение торе в синагоге, также следует читать кадиш. И когда в субботу, скажем, заканчивают, не только в субботу, но и во второй и пятый день недели заканчивают чтение торы, произносят кадиш. И в конце молитвы, всей молитвы, произносят кадиш. Каково место этой молитвы, что мы обнаружили ее, что она очень древняя, связана с Игодой про Раби Юсей. Раби Юсей, как мы можем представить себе, это конец первого века этой эры, начало второго века этой эры. Ученик и соратник Раби Акива. Очень древняя молитва. Каково же ее место? Почему она введена? Она, смысл этой молитвы, как мы сейчас с вами увидим, она приходит нам сказать, после очередного как бы куска молитвы и изучения торы. это молитва приходит нам сказать, да, что любые восхваления Всевышнего, любые просьбы, любые восхваления Всевышнего, любое изучение его свойств, любое изучение путей его управления миром, мы не можем понять полностью, да, и поэтому мы, закончив его восхвалять, или даже закончив обращаться к нему с просьбой, потому что мы, просьба это тоже как бы соотносится с ним и с его свойствами, да, мы говорим, не можем его понять до конца, и произносим по этому молитву Кадиш. Это ее смысл. Молитва Кадиш произносится на арамейском. Многие считают и говорят, и как бы это распространенное мнение, что поскольку сыновья Израиля говорили на арамейском, понимали в период второго храма арамейский язык лучше, то и эта молитва была составлена на арамейском, да, вот. Не хочется никого осуждать, но это не выдерживает никакой критики, хотя бы такой простой пример, что 18 благословений это молитва, которую произносят постоянно, она не составлена на арамейском, она составлена на иврите. То же самое, можно сказать, и по другие молитвы, да, вот, и причина не, причина, видимо, не в этом. Действительно, арамейский был более понятен, хотя нельзя сказать, что иврит ушел совершенно из жизни, из практики. Арамейский многим людям был более понятен, господа, следите, пожалуйста, за микрофонами, у кого-то включен микрофон, и это нам настолько мешает, настолько сбивает, да, вот, микрофон лучше включать, не лучше, а просто, когда вы хотите что-то спросить, иначе идет звук, да, который нас очень сбивает, да, вот, так что, пожалуйста, да, темы у нас трудные, я понимаю, что вам трудно, мне тоже нелегко, да, так что давайте мы как-то постараемся не тратить время и усилия на поддержание такого простого совершенно элементарного порядка, просто выключить микрофон ничего не стоит, окей, хорошо, теперь дальше пытаемся с вами, да, представить себе, значит, конечно, в синагогах переводили Тору на арамейский, да, и звучал перевод Таргум Янатан или Онкулоса, звучал параллельно с чтением Торы, да, вот, это не значит, что не понимали совсем, совсем иврит, да, и вот восемнадцать благословений оставили на иврите, так в чем же проблема, почему на арамейском Маарау, да, великий мудрец из Праги объясняет нам, да, что здесь есть своя как бы тайна, что арамейский, да, это некоторый такой язык отрицания, да, язык, скажем, язык отрицания, в том, это проявляется даже в том плане, что арамейский похож на иврит, и многие корни на арамейском, которые схожи с ивритскими имеют совершенно противоположное противоположное значение тому, какой они имеют в иврите, да, морал подходит с такой, скажем, мистической точки зрения, говорит, что это язык отрицания, язык, как бы, разрушения, да, и вот тут его гораздо правильнее применить, когда мы говорим, заявляем о том, что, грубо говоря, что мы ничего или далеко не все мы понимаем, не можем ухватить и ухватить все, и, прочитав отрывок из Торы, мы напоминаем себе о том, что нам не все понятно, да, и, обратившись с молитвой ко Всевышнему, мы также напоминаем сами себе, да, что нам далеко не все понятно, непонятно его желание, не совсем понятно, что просить у него, не совсем понятно, не совсем понятно, что он хотел бы, чтобы мы у него просили, не совсем понятно, как быть готовым к тому, чтобы воспринять то, что он нам дает, да, и вот И весь этот смысл, такой объем этого смысла, можно его вложить в одно слово, может быть, не очень точно, но все-таки отрицание. Отрицание мы как бы, вот все, что мы сказали, мы к этому добавляем, мы не понимаем. Мы не понимаем. И этим объясняется наличие Кадиша после каждого существенного нашего действия, будь то молитва или чтение Торы. И давайте познакомимся с переводом Кадиша. Да возвесится и осветится его великое имя в мире, сотворенном по воле его. Иуду установит он царскую власть свою. Здесь есть кусок дальше, который не все говорят. В основном в сефарских общинах говорят его. Да возрастит он спасение, взрастит, скажем, буквальный перевод с эвритой. Взрастит спасение. И да приблизит он приход Машиеха своего. Кусок, произносимый не всеми. При жизни вашей, в дни вашей и при жизни всего дома. При жизни всего дома Израиля. Скорости в ближайшее время. И скажем амин. После этого Хазан, ведущий молитву, говорит. И тут же вслед за ним повторяют. Да будет великое имя его благословенно, вечно, во веки веков. Точнее говоря, сначала говорит община, а потом Хазан возвращается и говорит эту фразу. Опять же, в Талмуде говорится, что тот, кто говорит со всей силой, да будет великое имя его благословенно, вечно, во веки веков, он удостоится будущего мира. Поэтому ты иногда слышишь, как от некоторого непонимания люди громко кричат, да будет великое имя его благословенно, вечно, во веки веков. Со всей силой имеется в виду не со всей громкостью, а со всей силой души, с глубоким пониманием, да, что значит его великое имя его благословенно, вечно, во веки веков. И вот имя великое, как бы, да, буквально имя, может, можно сказать, большое, да, был благословенно, вечно, во веки веков. Вот, и здесь нужно было бы сосредоточиться на этом понятии, пытаться понять его глубоко, да, вот, а не громко кричать. Голоха такая, что человек должен отвечать амен, произносить те фразы, которые все произносят вместе в синагоге, ни в коем случае не громче, чем говорит Хазан, да, чтобы не перекрикивать, не перекрикивать Хазана. Да будет благословенно, и восхваляемо, и прославляемо, и возвечаемо, и превозносимо, и почитаемо, и величаемо, может быть, правильно, вот, величаемо, и воспеваемо имя святое, имя святое Творца. Да, 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 и мы видим, да, что то, что мы с вами сказали, мы видим через строки Кадиша, который, я напоминаю, говорится на арамейском, да, мы говорим имя велико, да, имя, да, имя возвеличиваемо, да, вот, и дальше мы еще добавляем, он превыше всех благословений и песнопений, да, вот, мы говорили ему слова, и слова восхваления, и слова благодарности, и слова просьбы, и тут мы говорим, он превыше всех благословений и песнопений, чтобы утверждает нашу мысль, как мы постарались с вами охарактеризовать, охарактеризовать Кадиш, да, восхвалений и утешительных слов, да, вот, произносимых в мире, и скажем о нем, да, скажем, вот это вот, как бы, квинтэссенция, да, которая говорит здесь, что он превыше всего, того, что мы можем сказать о нем, да, вот, дальше есть, после некоторых, после основного куска молитвы, когда мы его завершаем, Хазан говорит, да будут приняты молитвы и просьбы всего Дома Израиля, их небесным отцом, и скажем амэн, да, вот, это не всегда говорят, после чтения Торы это не говорят, естественно, вот, после молитвы, основного куска молитвы, говорят, это добавление, да, да будут дарованы с небес прочный мир и счастливая жизнь нам и всему Израилю, и скажем амэн, устанавливающий мир в своих высотах, он пошлет мир нам и всему Израилю, и скажем амэн, да, вот, что мы с вами сделали, да, мы посмотрели Агаду из того отрывка, из того отрывка трактата Брахотка, в котором разбирается, дается комментарий, развернутый на первую мишну, да, увидели здесь Раби Иосея, заходящего в, заходящего в на, в развалины храма, да, и узнали, узнали о том, как бы, как бы от Илья Унави узнали о том, что есть сильнейшая молитва Кадиши, когда Всевышний ее слышит, он как бы качает головой и говорит, что счастлив царь, которого так восхваляют в его доме, вот, и кого отцу, который изгнал своих детей, хорошо бы, как бы, чтобы так вот такую молитву произносили в доме, произносили в храме, вот, и Всевышний, как отец, сожалеет о том, что он изгнал детей, и сейчас эта молитва не произносится в храме, да, вот это мы с вами посмотрели, теперь я хочу остановиться и спросить вас, есть ли какие-то вопросы, если вопросов нет, то у меня есть что-то продолжить. Можно вопрос, да? Да, пожалуйста, да. Ну, модификации Кадиши, есть Кадиш полный, хэц и Кадиш, не готов, да. Модификации, я бы сказал, вариации, да, вариации Кадиша. Они тоже к Раби Акива, все вариации искуют? Да, мы предполагаем, что, как бы, в основном Кадиш идет от Раби Акива, или это очень древняя молитва, вот, которую Раби Акива передал и установил для нее определенные моменты чтения, различают несколько видов Кадиши, да. Кадиш, который называется Кадиш-йитом, да, Кадиш-йитом, это, как бы, Кадиш-сироты, да, вот, это условное название, его читают, его читают в молитве, да, в определенных местах молитвы, когда читают все вместе Кадиш, скажем, да, на это есть места, мы можем потом посмотреть, как мне приготовил это на сегодня, в следующий раз постараюсь учесть, посмотрим те места, когда читается Кадиш, Кадиш-йитом читают все вместе, не только Хазан, читают все вместе, да, и читают его в синагоге те, кто вспоминает о людях, ушедших из этого мира, это могут быть родители, чтобы все были живы, у кого жили родители и жили долго и благополучно, вот, те, кто ушли из мира, о них читают, о них читают Кадиш, читают на протяжении года после ухода из жизни, или читают в Йорцет, в день, когда человек ушел из жизни, и это называется Кадиш-йитом. Кроме Кадиш-йитом, есть Кадиш, который называется Кадиш-титкабаль, вот та добавка, о которой мы говорили, пусть он примет просьбы ко Всевышнему, чтобы он принял молитвы, этот Кадиш читает только Хазан, читает после основной части молитвы, которую произносит в синагоге, основная часть утренней молитвы, основная часть молитвы Минхай, основная часть молитвы вечерней читается Кадиш, который вот носит название Титкабаль, да, вот это, скажем, два основные вида Кадиша. Есть еще разновидности Кадиша, которые читают, скажем, когда, скажем, после изучения Торы читают, вот короткий Кадиш, который обычно в других случаях называют Кадиш-йитом, Кадиш-сирот, а после изучения Торы его называют, тот же Кадиш, наверное, называют короткий Кадиш, читают, да, вот, и так далее, значит, скажем, куски момента молитвы, когда читается Кадиш, я постараюсь для вас отметить в следующий раз, да, вот мы... Кадиш-де-Раббанан, он читает. Кадиш-де-Раббанан, совершенно верно, да, Кадиш-де-Раббанан после изучения Торы или в молитве там, где есть куски, которые фактически как бы являются изучением Торы, мы прочитываем куски из Мишны или где-то, тут может быть Кадиш-де-Раббанан, то, что называется, Кадиш-учителей, имеется в виду, вот, когда мы соприкасаемся с учением великих учителей, Мишной, скажем, да, существенными отрывками из Мишны, здесь может быть в молитве, если это, если само изучение Торы является частью молитвы, здесь может быть установлен Кадиш-де-Раббанан, Кадиш, который, скажем, упоминает, Кадиш, который читает после учения мудрецов, отрывка из учения мудрецов, вот, это то, что можно здесь сказать, да, вот, есть... Можно тоже, то есть, между полными и хэц и Кадиш, когда один и второй, да, — Полный. Значит, когда, когда читают, скажем, да, вот, после изучения Торы, читают Кадиш, то, что называете, говорите, Хац и Кадиш — пол Кадиша. Эта половина Кадиша соответствует Кадиш-йитом, Кадишу-сироты, только это другой случай чтения Кадиша, поскольку он не читается, как бы, теми, кто читает Йорцы, а читается после изучения Торы, после прочтения Торы в синагоге, то тот же самый отрывок, тот же самый Кадиш, который в других случаях называется Кадиш-йитом, Кадиш-сиротой, сироты, тот же самый Кадиш после чтения Торы называется Кадиш, Хац и Кадиш, пол Кадиша, да? Спасибо. Окей. Хорошо. Есть что-то... Окей. Так, добрый вечер. Так, я смотрю здесь чат наш, в чате нет вопросов, поэтому... Если можем, так, он куда... Раби Акива на иврите писал, или на арамейском, Раби Акива сам? Раби Акива, поколение мудрецов великих. Что значит писал? Его слова... Его слова... Слова Раби Акива в Талмуде часто приводятся на арамейском. На каком языке писал Раби Акива, трудно сказать. Писал ли он, или вообще что-то своими руками записывал, или все учение передавалось устно, вот тут трудно сказать. На каком языке разговаривал Раби Акива, нужно полагать, что изучение Торы, оно велось, безусловно, на иврите. Вот, когда мудрецы записывали Талмуд, здесь Талмуд, в общем-то, написан на иврите, не на арамейском, с некоторыми вкраплениями, может быть, существенными вкраплениями арамейского. Но, в принципе, все построение, как бы и кусков логических, оно идет на иврите, с большей частью на иврите. Почему сделали так? Почему, скажем, да, явно там многие слова Раби Акива, которые он говорил на иврите, их дали в арамейском варианте, мне трудно сказать. Вот, насчет Кадиша, с этим соотносится Маорал. Как мы видим, да, он говорит, что это арамейский, это язык наиболее, как бы, скажем так, удобный, или, если так можно сказать, правильный для Кадиша, как бы, сам язык передает суть Кадиша, это посылка Маорала. Почему в гемаре есть значительные куски арамейского, мне трудно сказать. Возможно, что потому, что гемара, скажем, куски гемары и отдельные судьи, логически, они уже были не только достоянием мудрецов, они старались вынести их наружу, использовались термины, и термины давались на бытовые термины, термины давались на арамейском, то, что было более понятно и привычно людям. Возможно, это причина, то, что вкрапления арамейского, они столь существенны в Талмуде, то есть, скажем, дать людям ту терминологию, которую они понимают в плане предметов, времени, дня, то, что они пользуются чаще всего на арамейском, дать на том языке, который им привычен. Полагаю, что это главная причина. Здравствуйте, Зеф. Да, пожалуйста. Мне интересно, Шма, можете читать молиться Бен-Ноах? Очень плывет звук, но я надеюсь, что я правильно понял ваш вопрос. Можно ли Шма молиться Бен-Ноах? Мне кажется, что вы присоединились несколько позже. Это нормально как бы просто и хорошо, что вы спрашиваете. Но мы, в принципе, разбирали эти вопросы. Мы говорили, мы говорили, мы говорили, что для для Бен-Ноах для Бен-Ноах есть обязательные семь законов в Бен-Ноах, и говорили, что этими семью законами невозможно ограничиться для того, чтобы построить жизнь духовного человека, для того, чтобы воспитывать своих своих детей. Для Бен-Ноах допустимо соблюдения по желанию их, очень большого спектра законов Туры. Естественно, что к этому надо подходить осторожно и надо осмыслять, что ты, как человек, который не присоединился полностью к юридическому народу, что ты, какой смысл ты в это вкладываешь. Вот это то, что, скажем, важно и существенно. И то, что мы говорили, шма, значит, если ответить коротко, что да, конечно, шма можно читать для Бен-Ноах. Вот, и то, что я предложил, наиболее простое понимание, что значит «слушай Израиль», это то, что, как бы, я тот, кто читает, я возвращаюсь к той строчке Торы, цитирую из Торы тот отрывок, в котором явно, единственное место в Торе, в котором явно говорится Бог один. Конечно, вся Тора подразумевает, это, конечно, мы воспитаны на этом, но явно Тора за него влияет только в одном месте, что Бог один, это этот отрывок, и, пожалуйста, конечно, тот, кто хочет соединиться с этой идеей, тот, кто хочет глубоко проникнуться идеей единства Всевышнего, он может читать этот отрывок истории, Шма Исраиль, не обязательно при этом причислять себя к народу Израиля, но читать отрывок истории, конечно, можно, скажем, это то, что можно сказать. Скажем, окей, есть еще какие-то вопросы, какие-то моменты, или мы с вами можем двинуться дальше, хорошо, если вопросов не поступает, попробуем сделать еще несколько шагов, да, вот, что нам с вами нужно, сейчас мы посмотрим одну секунду, Гемара в трактате Брахот к первой же Мишне проводит некоторые агадот, некоторые рассказы, которые мы сразу не видим, зачем они, как бы они, как они относятся к этой теме, да, не говорится нам, как всегда, Гемара не разъясняет, рассказывает что-то, вот, но не разъясняет, зачем приводится этот рассказ, и задумываясь над этим рассказом, мы представим себе, что Гемара раскрывает для нас разные аспекты единства Всевышнего, если мы сейчас, как я предполагал немножко вернуться к этому аспекту единства Всевышнего, да, вот, Гемара раскрывает эти аспекты, один из аспектов единства Всевышнего, как мы с вами говорили неоднократно, да, что Всевышний это единый источник, да, источник исключительно добра и блага, да, и в это это момент, который очень-очень очень трудно очень трудно поверить, да, что вот от Всевышнего исходит только благо, мы видим в мире как бы своими человеческими глазами видим и дай Бог там страдания и страдания праведных людей и как поверить в то, что от Всевышнего исходит только благо, принцип нашей веры, что Всевышний дает только благо, но мы должны это благо воспринять. Любое наше неправильное поведение вот как человек или как общество, оно приводит к тому, что мы не можем воспринять это благо, и дальше можно увидеть по-разному, как что происходит, когда, скажем, можно сказать, святое место пусто не бывает, там, где не входит благо, там есть недостаток, там есть хиссарон, как мы бы сказали с вами, на иврите, да, вот, и из-за этого возникают и, не дай Бог, и страдания, и проблемы, да, из-за того, что мы не можем воспринять, не умеем воспринять благо Всевышнего, иногда закрываемся от него, иногда оказываемся как бы недостаточно прочными сосудами для того, чтобы воспринимать благо Всевышнего, да, не можем как бы выдержать его благо, вот, образно, можно сказать, трескаются сосуды и так далее, из-за этого возникают проблемы. Об этом говорит, об этом говорит Гемара, да, и, скажем, мы сейчас, и ни один из народов мира, он не не воспринимает с трудом, скажем, справляется, а точнее говоря, не справляется с этой проблемой увидеть один, единственный источник, источник благо Всевышнего в мире, или, если не увидеть, то, по крайней мере, поверить в то, что источник один и из него исходит только благо, ни один из народов с этим не справляется. Мы с вами сейчас подходим к главе, мы будем главе, подходим, мы сейчас читаем главу Баишлах, потом будет глава Баишефа, потом будет глава Микец, да, глава Микец рассказывает о том, что, о том, как Юсефа поднимают из ямы, из тюрьмы в Египте, приводят к фараону, и фараон рассказывает сон, который ему приснился. И сначала Тора дает описание сна, а потом она дает то, как этот сон фараон рассказывает Юсефу. И есть целый ряд изменений. Эти изменения связаны с тем, что фараон получает такой удар этим сном, что, почему его этот сон беспокоит. Этот сон против его принципов веры. Он видит вера любого идулопоклонника, она заключается в том, что есть хорошие боги и есть плохие боги. Есть источники блага, есть источники зла. И тут, как мы с вами можем обратить внимание, фараон видит, что из Нила, который является божеством Египта, который несет благо и жизненные силы Египту, из Нила выходит как хорошее, так и плохое. Как тучные коровы, так и плохие худые коровы. Как полные стебли, так и побитые восточным ветром стебли. И то, и другое выходит из Нила, который считается источником только блага. И для фараона это проблема, проблема его веры. Он не знает, как соотнести этот сон с его верой в разные источники хорошего и плохого. Он также фараон считает себя хорошо. Это проблема. Проблема мировая, так сказать. представить себе, что есть только источник один всех жизненных сил, он же источник блага. Все проблемы от не от дающего, а от воспринимающего, из-за того, что мы не можем воспринимать это благо. Можем представить себя как Адама в момент его сотворения. у него нету для него зла, нету для него разных источников. Добро и зло он начинает воспринимать только после того, как он отходит от Всевышнего, пытается скрыться от Всевышнего, тут у него происходит разделение на добро и зло. Поэтому, скажем, нам Гемара рассказывает вот такую Агаду, которую я не успел перевести для вас на иврит, может быть, можно было найти ее перевод, но давайте посмотрим с вами, переведем вместе. Тот же самый раби Юсей, о котором мы говорили, он говорит, три вещи просил Маше у Всевышнего и все три вещи он дал Маше. объяснил Маше. Просил Маше, чтобы божественное присутствие пребывало на сынах Израиля. Всевышний ответил ему, просил, чтобы не пребывало шхена божественное присутствие на народах мира, не из злобных чувств и не из ревности, конечно, а потому, что просто был уверен, что народы мира не смогут справиться с этим, не смогут воспринять божественное присутствие. Всевышний ответил ему, что он выделит сыновей Израиля этим, что божественное присутствие будет пребывать только на них. Просил Маше, чтобы Всевышний поведал ему его пути и просил, чтобы Всевышний ответил ему на вопрос, почему есть праведник, которому хорошо, есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому как мы, давайте посмотрим, как здесь, я просто стал устным, давайте прочитаем, почему есть праведник, которому хорошо, и есть злодей, которому плохо, есть злодей, которому хорошо, и есть злодей, которому плохо, да, да, почему есть, скажем, Основная проблема, почему есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому хорошо. И Всевышний ответил ему, что праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведника, и праведник, которому плохо, это праведник, сын злодея. Злодей, которому хорошо, это злодей, который сын праведника, а злодей, которому плохо, это злодей, который сын злодея. В любом случае, тот ответ, который дается в гемарии, он приблизительный, да, вот еще все есть другой ответ, который нам дается, да, что праведник, которому хорошо, это полный праведник, а праведник, которому плохо, это неполный праведник, так же и со злодеем, праведник, которому плохо, это полный злодей, злодей, которому хорошо, это неполный злодей, хорошо. В любом случае, это ответ приблизительный, который требует дальнейшего разрешения, а вот есть другое мнение того же Раби Мейра, с которым мы уже сталкивались, который сказал, Раби Мейр сказал, на две вещи Всевышний ответил ему, то есть согласился с ним, чтобы божественное присутствие пребывало у нас наверх в Израиле, божественное присутствие не пребывало на других народах, Вот, а на третье, почему есть праведник, которому плохо, почему есть злодей, которому хорошо, Всевышний не ответил ему, а сказал так, помилую кого помилую, вот, и, как добавляет Гемара, даже если он недостоин, Да, и, смилуюсь над тем, кем смилуюсь, даже если он недостоин, да, то есть, понятно, что значит, если он недостоин, если он недостоин в глазах людей, если люди не могут понять, в чем его достоинство, в чем, почему он удостоился милости Всевышнего, да, вот, люди понять, люди понять не могут, Вот понятно, что он чем-то узастоился, понятно, что есть у него какая-то заслуга, да, но Всевышний это не раскрывает, это только одному известно, люди иногда не могут понять эту заслугу, да, вот, и он не раскрывает, и поэтому проблема, почему есть праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо, она осталась скрытой, да, вот. Мы ее не будем решать, не будем, не будем даже говорить, кто из мудрецов прав, да, вот, Рави Усей в любом случае дает приблизительные ответы, Рави Мейер говорит, если вот начать уточнять, то мы придем к тому, что мы путей Всевышнего до конца, по крайней мере, не то, что совсем, но до конца мы их не понимаем, да, вот, и такое, и такое мнение, да, но что хочется подчеркнуть, да, что, вот, в связи с чтением Шма, также единство Всевышнего, единство предполагает, да, что Всевышний у него как бы в руках, или, если так можно сказать, он сам, он единый источник, нету там двойственности, да, вот идет в какую-то сторону благо, а в какую-то сторону идет зло, да, и идет только благо. От Всевышнего исходит только благо, проблема мира в том, чтобы воспринять это, воспринять это благо, неумение воспринять это благо приводит к тому, что в мире появляется то, что человек воспринимает с точки зрения воспринимающего не абсолютно, не по сути, а с точки зрения воспринимающего является злом, да, это один момент, да, скажем, как Агада, она поднимает какие-то проблемы и, если даже не объясняет, то утверждает принцип веры, да, единство источника, только благо, вот. И еще один момент, также Агада, который вроде бы как самостоятельный, не связанный ни с чем, она также рассказывает нам об абсолютном единстве Всевышнего, да. Тут Агада дается, да, скажем, да, Агада дается, дает некоторый принцип, можно сказать, философский принцип, принцип еврейской философии, можно сказать, принцип веры, да, дает на примере. В данном случае речь пойдет о Беламе, как мы помним, человеке, о котором говорит трактация на хитрин, что он сначала был пророком, а потом стал колдуном, то есть человек, который имел большие духовные силы и вроде бы использовал их в положительном плане, но потом уступился, да, и, как это часто бывает, может быть, не всегда, но часто, Всевышний не забирает то, что он дал от человека, но человек этими силами начинает пользоваться в неправильном, нехорошем направлении, таким был Белам, и он был очень сильным, по всей видимости, сначала пророком, как говорят наши мудрецы, через Белама должна была быть дана тоже другим народам, да, вот. Но получился некоторый сбой, и Белам превратился в лже-пророка или колдуна, можно сказать, очень высокого уровня, да, вот, очень сильного. И здесь говорится об одной из ошибок Белама, да, и мы говорим строчку, да, вот, из Писания, что Всевышний гневается каждый день. Здесь нужно сразу понять, что гнев – это как бы разрыв связи, мы представляем, что если есть любовь, взаимопонимание, то люди разговаривают. Если их нету, то они как бы замолкают, как, если так можно сказать нелитературно, надуваются друг на друга. Вот также можно представить себе, исходя из этого образа, что есть какое-то время, каждый день, когда Всевышний гневается, да, и происходит его разрыв с миром, да, вот. Посмотрим, это не окончательное как бы решение, посмотрим, как эта проблема разворачивается дальше, да, и сколько же он гневается, спрашивают наши мудрецы, и говорят одно мгновение, да, дальше они выясняют, сколько же это мгновение, вот, один из ответов, что на иврите рега – это мгновение, да, и вот сколько времени занимает произнести это слово, это и есть мгновение. Но это в скобках нам не так важно, да, а важно, что, что, как бы, по такому приблизительному представлению о мире, каждый день существует мгновение, когда разрывается связь Всевышнего и Творения. Опять же, я говорю, что это приблизительно, да, можно это представление, это представление Белама, да, представление Белама, что есть такое мгновение, когда развивается связь между Творцом и Творением, да, то есть с философской точки зрения, как бы, можно было представить, что это правильно, если есть постоянная связь, да, то тогда нету свободы выбора. Вот где-то в какой-то момент должен быть разрыв, и тогда в этот момент человек может реализовать свободу выбора. Мгновение, как мы понимаем, это для того, чтобы реализовать свободу выбора, это очень много, потому что если есть свобода выбора в одно мгновение, да, то она, как бы, дальше человек определяет свой путь в это мгновение, он может поделить путь, по которому он пойдет дальше, да, вот, только было бы это мгновение разрыва, да. Теперь читаем о году дальше и пытаемся представить себе, то есть мы сейчас представили такое представление Белама, представление такое, можно сказать, философское, что обязательно должно быть мгновение, когда реализуется свобода выбора, да, и ни одно творение не может поймать это мгновение, то есть, как бы, если бы ученые взяли, там, часы, микроскопы, то они бы не смогли определить, когда это мгновение. Здесь можно сказать, что Всевышний ведет человека по тому пути, по которому он хочет идти. Если Белам представлял, что есть мгновение, когда Всевышний не властвует, и он, Белам, злодей, может войти в это мгновение и проявить свою власть вместо Всевышнего, то Всевышний показывает ему мир именно таким, да, ему кажется, что он действительно прав, и что он знает это мгновение, да, вот, и в это мгновение он был силен в проклятиях, Белам, вот в это мгновение надо произнести проклятие, да, вот, и говорится, да, что он сам Белам о себе говорит, да, что я знаю, я знаю сознание, если так можно сказать, знание Всевышнего, да, говорят, как же, он сознание своего осла, своей ослицы, своей скотины он не знал, как же он знает сознание Всевышнего, да, вот, но говорится, что он думал, что он может поймать вот это мгновение, и как раз, когда вот есть этот разрыв, который назван, что Всевышний сердится на мир, да, разрыв, как раз в это мгновение он может произнести свое проклятие, и тут ему все удастся проклясть тот народ, который Всевышний благословил, не дай Бог, да, вот, это представление Белама, да, вот, и Всевышний говорит, да, Всевышний говорит через пророка, да, вспомни, что сделал тебе Всевышний, что когда Белам хотел воспользоваться этим мгновением гнева, то Всевышний не гневался, то есть оказывается, что это представление неверное, это представление Белама, что есть мгновение разрыва, разрыва мира со Всевышним, когда Всевышний отрывается от мира, и вроде бы такое мгновение должно быть, чтобы обязательно реализовалось свободу выбора и так далее, да, оказывается, Всевышний может, как бы, да, взять и остановить того же самого Белама и показать ему его ошибку, и на языке Белама вдруг произошло какое-то чудо, да, против, против природы, против правил логики, против философии, Всевышний взял и не гневался, три дня он не гневался, и он не мог поймать этот момент гнева Всевышнего, чтобы произнести, произнести проклятие, да, вот, скажем, и таким образом перед нами две агады, и мы тоже начинаем понимать, я надеюсь, внутренний смысл Талмуда, который из-под воль, да, нам рассказывает о проблемах восприятия, восприятия единства Всевышнего, да, одно это с точки зрения того, что в мире только добро, и всегда есть вопрос у людей, что почему есть праведник, который страдает, и злодей, которому хорошо, да, и здесь должна быть вера, да, что Всевышний, что от Всевышнего исходит только благо, да, и он ведет мир по путям справедливости, нет ничего несправедливого в том, что он не делал, и корень всего зла, то, что мы не умеем воспринять добро, да, это одно, один момент, который мы посмотрели, а другая агада нам рассказала, да, что если у кого-то есть философские соображения, представления, что обязательно должен быть момент разрыва между Творцом и Творением, обязательно, иначе свобода выбора не реализуется, да, то ответ такого мгновения нету, да, Всевышний един и в том плане, что его, его и царство, и величие, они никогда не, то есть он никогда не отрывает свою руку от мира, да, его власть в мире, она абсолютно, с точки зрения философии не проходит, да, но на то Тора она и не философия, или, скажем, другая философия, чем греческая философия, чем обычная логика, чтобы, чтобы из нее вытекала непрерывная связь Творца с миром, да, теперь я останавливаюсь и жду ваших вопросов, да, пожалуйста, да. Рабзея, вопрос можно вам? Значит, свобода либо разлодея. Белам нас благословил против своей воли, и поэтому, несмотря на это, был убит. И Беламу называют классическим примером дурного глаза и дурного языка. Он благословения сказал таким образом, чтобы он лучше бы их не говорил, потому что в благословениях Белама содержится и проклятие, да, вот это то, что мы с вами видим в Торе, и мудрецы, и каждое его благословение, они подчеркивают ту плохую сторону, которая есть в этом. Но, скажем, это как бы замечание такое, а если заниматься судом, судить там Беламу, то понятно, его вина понятна совершенно, он хотел, он хотел проклясть еврейский народ. С этой идеей шел до конца. Пытался обмануть Всевышнего, исходя из своих представлений, как мы вот сейчас читали, что есть мгновение, когда можно схитрить, когда можно сделать по-своему, проведить свою свободу выбора. Вот этим он хотел воспользоваться, конечно, и хотел проклясть еврейский народ. Конечно, это, скажем, с точки зрения Всевышнего небес, безусловно, это заслуживает наказания. Есть что-то, есть что-то еще, что спросить? Ну, хорошо, тогда я постараюсь сформулировать контрольные вопросы. Вот, а с вашей стороны любые вопросы принимаются. Вот, и на все вопросы я пытаюсь ответить. У нас несколько возобновилась переписка на нашем сайте. Вот, и это очень хорошо. Просьба принимать более активное участие. Я думаю, что если вопросы легкие, контрольные, то это дает вам возможность вспомнить материал. Для меня дает возможность сориентироваться, насколько вам материал понятен. А если вопросы сложные, то тоже мне очень интересно понять вас, понять вашу реакцию. И совершенно как бы не важно, не то, что не совершенно не важно, но не самое главное, будет ли ответ правильным. Так что просьба принимать участие в чате и писать свои ответы, не опасаясь, что что-то может быть не так и неправильно. Хорошо. Всем всего самого доброго. Спасибо, Радуэль. И с Божьей помощью мы продолжим. Всего самого доброго. Большое спасибо. Здорово, спасибо. Спасибо.